Дорога смерти Дорога смерти Часто из-за густых туманов дорогу бывает видно лишь на несколько метров вперед и тогда надо двигаться очень медленно и аккуратно. Не только чтобы не столкнуться со встречными, из-за тропических ливней часто бывают оползни и кусок дороги может просто смыть. Своё название дорога получила сравнительно недавно в декабре 1999 года, когда автомобиль с 8 израильскими туристами упал в пропасть. Но это не самая громкая авария на этой трассе. 24 июля 1983 года здесь в каньон упал автобус, в котором находилось больше 100 пассажиров. Туннель Гоулян в горах Тайхань, Китай. Название туннеля переводится с китайского языка как дорога, которая не терпит ошибок. До 1972 года единственным доступным способом связи с остальным миром у ближайшей деревни был только высеченный путь в скале. И тогда жители деревни решили вырыть туннель через скалы. На строительство ушло около 5 лет. За это время прорубили в скале дорогу длиной 1200 метров, высотой около 5 метров и шириной 4 метра. А также туннель имеет 30 прорубленных окон. Говорят, что при работах погибли люди и это неудивительно. Здесь даже пешком пройти не всякий отважится. 1 мая 1977 года туннель был открыт для движения. Отправиться в путь по туннелю могут только самые отчаянные смельчаки. Дорога петляет серпантином, то и дело открывая вид в пропасть. Стельвио пасс, Италия. Королева зигзагов одна из самых извилистых дорог в мире. Расположена в Италии и носит название Стельвио пасс. Она находится в горах на высоте 2500 метров. Строительство королевы зигзагов началось в 1820 году и длилось около 5 лет. Основное предназначение этой дороги заключается в том, чтобы соединить Ломбардию с остальной Австрией. Горное шоссе ведет к перевалу Прата, размещенному на высоте 2757 метров над уровнем моря. По пути к нему нужно преодолеть 48 шпилек и 60 крутых поворотов по трассе, находящейся между отвесными скалами и пропастью. Шоссе открыто для проезда транспорта лишь в летний промежуток времени года с июня по сентябрь. Зимой оно используется как трасса для санного спорта. Тем не менее, даже в сравнительно безопасный летний период путешествие может заставить нервничать водителя, ведь по дороге можно въехать в облако или попасть под ледяной дождь, который быстро сделает из асфальта каток. Далтон Хайвей из США. Трасса Далтон Хайвей находится на Аляске. Ее можно охарактеризовать как самая изолированная. На протяжении 667 километрового шоссе расположены всего лишь три поселка, в которых проживает 60 человек. И самая заснеженная. Здесь снег может выпадать даже в летние месяца, а о зиме и говорить нечего, ведь зимой снежный покров полностью заменяет дорожное покрытие. Эта дорога для сильных духом людей, ведь она входит вдоль трансалянскинского нефтепровода, пересекает полярный круг и входит в зону вечной мерзлоты. В различных изданиях на туристических сайтах дорога Далтон Хайвей описана как трудная и опасная трасса, а многие компании, занимающиеся прокатом автомобилей, специально вносят в договор условия, которое запрещает путешествовать по этой дороге на арендованной машине. Но смельчаки, которые все же решат поехать в путешествие по трассе, найдут, что дорога наполовину заасфальтирована, наполовину грунтованная, с большим количеством подъемов и крутых спусков. Атлантическая дорога в Норвегии, которая состоит из нескольких мостов, ее открытие состоялось в 1989 году. Более 8 километров дорог, расположенных на небольших островах, с 8 точками, где дорога переходит в мост. Атлантическая дорога является составляющей 36-километровой национальной туристической дороги номер 64 Бют-Корвак и связывает небольшие острова в Атлантическом океане между населенными пунктами Молда и Кристиансунд. Автомобильная дорога с материка в губернии Мюрре-Ок-Ромсдал к острову Аверон с первого взгляда совершенно не вызывает доверия. Скорее наоборот, вас охватит ужас. Мост дорога выглядит как американские горки высотой 23 метра. Но не стоит беспокоиться, раньше времени это просто оптическая иллюзия. Мост построен таким образом, что под определенным углом, когда вы приближаетесь к нему со стороны материка, создается иллюзия того, что моста вовсе нет, а то, что вы видите, скорее похоже на огромный трамплин. Известный в этой местности как Пьяный мост, он является частью туристического маршрута Атлантическая дорога и привлекает множество любопытных посетителей. Участок моста, находящийся над проливом, поднят на 23 метра от уровня моря, а длина самого моста составляет 260 метров. Необычная архитектура моста в первую очередь вызвана необходимостью обеспечить возможность прохода судов под ним, а во вторую – желание архитектора сделать уникальный объект для привлечения туристов. Продолжение следует...